Партнер информационного сопровождения, ресторан доставки «Фарфор». Партнер информационного сопровождения, юридический центр Юлии Сухановой. Фестиваль «Золотая маска» в городах России проводится с 2000 года. И в этой программе участвуют спектакли, получившие премию или номинированные на нее в разных театральных жанрах. Спектакль, о котором мы будем говорить сегодня, получил две премии «Золотая маска» и был представлен в шести номинациях. Поверьте, это немало. Название говорит само за себя «Шербургские зонтики». Санкт-Петербургский театр «Карамболь» осуществил эту постановку в 2009 году. И это была первая российская театральная постановка этого мюзикла. Но поклонники знают эту историю по фильму 1964 года «Скатрин Зинёв в главной роли». Благодаря «Золотой маске» мы можем увидеть эту лирическую историю в новом формате. И сегодня у нас в гостях артисты мюзикла «Шербургские зонтики» Ольга Левина и Егор Матвеенко. А вы знаете, как назвали ваш спектакль на нашем сайте, вот статью о вашем спектакле, когда было интервью с вашим директором? В Благовещенске покажут лучшую в мире постановку «Шербургских зонтиков». Это же правда? Это правда. Более того, это одна из... Немногих, по-моему, это единственная вообще постановка, которая такого масштаба. И были какие-то попытки сделать, но это... То есть сам композитор Легран, на котором уже нет живут. Во всем мире мы первые поставили. И было очень сложно получить лицензию, получить одобрение мастера. И, кроме того, он приехал в Петербург, был на премьере, и ему очень понравилось. Он даже прослезился на премьере. Да, я хотела об этом спросить чуть позже, но раз мы уже начали с вами, собственно, да, это так. Я видела в интернете, как он выходил на сцену. Но одно дело видеть в интернете, да, вот это все. А другое дело, когда вы стояли, вы отыграли спектакль, вы стояли рядом с мэтром на сцене. И вот что он говорил? Как он на все это реагировал? Ну, он был очень вдохновлен. Он, мы, конечно, очень ждали, что он скажет. Для него, он сказал, что он испытал большой восторг, ему все очень понравилось. И что теперь его музыка будет жить в нашем спектакле. Ой, вообще в нашей стране, вот так, вживую. Мы, кстати, были очень впечатлены, что оркестр приехал. Почему-то не верилось, что вы привезете с собой оркестр. Сколько вообще человек приехали? Более ста человек приехало в Благовещенск. И это большой оркестр, усиленный некоторыми группами инструментов. И для того, чтобы добиться вот этого полноценного джазового звучания, такого расширенного, масштабного, используется много разных тембров. И это очень большая работа, которая проделана нашим дирижером для того, чтобы вот все это, получить вот это объемное звучание, которое будет, ну, которое будет и помогать. Это очень сложное произведение, это очень тонкое произведение музыкальное. Джазовое опера. Джазовое опера изначально, да, жанр. У нас, кстати, вчера с друзьями, как раз после просмотра спектакля, был спор. То есть мы говорили, что в чистом виде это мюзикл или все-таки оперетта. Потому что в каких-то мюзиклах, которые мы знаем, там, Чикаго, допустим, там хоть что-то говорят. Тут все только поет. И я говорила, что я-то умная. Я же готовилась к интервью. Я читала, что это джазовая опера. Чем отличается джазовая опера все-таки от чистой воды мюзикла? Ну, вообще, мы хотели сделать театральную версию все-таки. А театральная версия, она, конечно, отличается от кино. И, конечно, на мой взгляд, это мюзикл. Но по стилю это джазовая опера. И вот нужно было это все совместить и адаптировать, чтобы это получилась история, чтобы это получился мюзикл. Чтобы стиль сохранился. Сценическая версия вот этой киноистории была достигнута благодаря выдающейся декорации Зиновия Марголина. Которая взял, собственно, золотую маску. Да, 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 да. Это действительно выдающаяся декорация, которую сейчас просто изучают в театральных институтах, потому что это сложный прием. Ну, как вы могли убедиться, да, вчера вот эти окошки, вырезанные на округлом барабане, которые меняют свои ракурсы, и благодаря этому... То есть как в кино. Да, благодаря тонкой работе. То есть там ювелирная работа всех цехов театра. То есть я не буду раскрывать все секреты, но там все зависит от одного сантиметра. То есть одна рука немножко вправо, одна влево, и мы можем потерять эту сцену. Поэтому этот спектакль требует стопроцентной концентрации всех. Все очень взаимосвязано. Всего коллектива. А я хотел сказать про музыкальную составляющую. Здесь достигнут сложный прием. То есть это полуразговорная вещь. И тем не менее она должна быть по нотам. Петь. То есть ты должен, грубо говоря, говорить, но ты должен говорить пропевая. Это такой парадоксальная такая вещь. И со стороны это может выглядеть просто, но на самом деле достигнуть этого сложно. И ребята проходили мастер-классы специально для отработки вот этого такого интересного звучания. А вот перевод на русский язык текста, то есть музыка французская, Легран писал под французский язык, какие-то другие совершенно, допустим, слова, которые длиннее, чем во французском переводе, как вот это происходило? Да, мы можем немножко растягивать фразу, мы можем немножко, но все равно мы должны быть вместе с оркестром. Если мы где-то растянули, мы, значит, где-то, чтобы не выбиваться из ритма, мы все равно где-то должны потом догнать. Да, в этом сложность перевода была, чтобы остаться, грубо говоря, в нотах. И чтобы было все органично. Да, но было органично, и русский текст не резал слух. Это, конечно, да, такое интересное получилось. Ну да, потому что зрители вот это тоже обсуждают, вот эти вещи, как же вот это все было переведено. Это говорит о том, что постановка вызвала интерес, и что не просто так люди вышли и сказали, нам понравилось, мне понравилось, нет. Вот мы сидели и там добрых минут сорок, мы все это дело обсуждали, и как раз вот эти вопросы все друг другу задавали. Теперь я буду самая просвещенная, теперь я все перескажу. Ну и наши зрители это увидят. А если вернуться к вашей жизни в мюзикле, кастинг, насколько вот он был жестким? Я понимаю, что это было уже давно, тем не менее, вы же работаете в нем до сих пор, к счастью. Насколько был жестким кастинг? Работали вы в театре «Карамболь» в это время или пришли как раз для этого мюзикла? Это вот Коля вопрос. Давай я расскажу про тебя. Ну давай, давай. Я расскажу про Оль, потому что Оля вообще попала в этот театр, благодаря этой роли. Она конкретно приехала на кастинг, и она совершенно четко попала в типаж, и просто она напоминала Катрин Данев из фильма, и вот этот ее... Ну это просто такая девочка-статуэточка, которая четко попала в этот типаж. Ну и вокально тоже, конечно. Да, потом началась... Это и видно тут, и доказывать ничего не надо. Потом началась вот работа, и моя работа в театре. То есть типаж искали исключительно все-таки по... Ну да, чтобы стиль-то сохранить, конечно. А кастинг, значит, была Ирина Дмитриевна, и был уже Бархатов, да? То есть Василий Бархатов, режиссер. Да, Василий Бархатов. Он тоже смотрел, чтобы было все как... Ну да, Василий Бархатов это мастер такого сценического воплощения музыкального. То есть он очень много занимается оперой по всему миру, и у него всегда свой такой глубокий индивидуальный взгляд вообще на музыку. Он здорово интерпретирует такие шедевры, ну, вроде Евгения Онегина, и при этом добавляет свое внутреннее, свое личное видение этого материала. Ну и, конечно, Зонтики, я думаю, он всегда запомнит эту работу, потому что это было такое интересное его творчество, когда он кино перенес на сцену. Да, он очень много импровизировал, и мы импровизировали, и у нас это в таком творческом общем процессе все и родилось. А вы работали уже в театре, да, Егор в то время? Нет, я не работал в этом театре. И как раз про свой образ я могу сказать, что он очень отличается от воплощения в кино. Если ребята вот более-менее близки, то у меня получилось такое свое видение этого персонажа, и как бы внешне я отличаюсь очень. И у нас немного другая интерпретация получилась Ролан Касара, который... роль его не такая большая, но он заметно влияет на судьбу главной героини. Влияет. И это такой самодостаточный герой, самодостаточный мужчина, у которого есть своя боль в сердце, у которого есть свои трагичные воспоминания и неприятный опыт. Вот. И затем он искренне влюбляется в Женевьев, и он ювелир, он богат, но ему не хватает любви в жизни, и он находит ее совершенно искренними намерениями, не пытаясь разбить пару, а наоборот помочь девушке, помочь девушке и, конечно, реализовать себя. Вот. И так сложилась их семья. А что было дальше, мы не знаем. Вот всегда интересно после... Да, после... Когда ты находишься в рамках сюжета, всегда интересно подумать, что же было дальше, смогли ли они... Слушайте, ну смотрите, пока никто ведь не решился еще. Там Варшавскую мелодию 2 уже ставили, еще какие-то вещи там делали. Шербургские зонтики никто не трогает. Мы часто фантазируем гримерки на тему того, интересно было бы придумать там... Вдруг они, да, вдруг они встретятся. Да, ирония судьбы, опять же, продолжение было. Ну тоже ничем хорошим не закончились, все эти продолжения, на самом деле. Кстати, по поводу вашего типажа, я вам хочу сказать, что вот смотрите, прошло время, и именно ваш типаж, теперь вот импозантного мужчины с бородой, это как раз самый современный, в общем-то, облик, да, такого бизнесмена, конечно. То есть 10 лет назад это бы и не прошло, так скажем. Да, сейчас очень даже все, вообще все понятно, вообще все считывается. 11 лет вы в этой истории существуете, и за это время ведь вообще мир изменился. И изменилось отношение к этой истории наверняка. И молодые люди, которые приходят сейчас, они говорят, да, она все правильно сделала. А 10 лет назад, может быть, говорили молодые девушки, что же она делала? Возможно. А вот как, да, вы говорите, что вы обсуждаете все это в Новом Йорке. Как вот сегодня эта история, по-моему, на ваш взгляд смотрится? Я думаю, что эта история и наш спектакль меняется, потому что мы меняемся, так как мир двигается, и мы меняемся, и стараемся привнести что-то новое. Эту историю невозможно играть, не вкладывая свои личные отношения. Поэтому личность каждого отпечатывается на своем герое, как и обратно. И очень много за эти годы прослеживается таких, знаете, непростых вещей. То есть как роль попадает в тебя, и она влияет на твою дальнейшую жизнь. И это сейчас очень читается по ребятам, и вообще по театру в целом, потому что театр и этот спектакль, это неотъемлемая, уже неразрывная часть. Я вообще не представляю, как театр будет без этого спектакля когда-либо. Поэтому делается большая работа для того, чтобы сохранить лицензию, сохранить права на показ для того, чтобы этот спектакль жил. А что может такого произойти, что театр может остаться без этого спектакля? Именно потому что это очень дорогой проект. Да, лицензия, лицензия. Потому что это дорогой проект. Тем не менее, все эти годы вы с этим проектом ездите по России, но так далеко, ваш директор нам рассказывал в интервью, забрались впервые. А вообще гастроли, это хлопотное дело. Очень хлопотное дело. Для вас, для коллектива театра. Огромное спасибо «Золотой маске». Большое спасибо. «Золотая маска» просто творит чудеса, потому что она способна... Вот этот вот их уникальный проект, например, «Маска всем», да, и как он называется, я не помню, неправильно я его называл сейчас. Ну, в общем, целью является показать в глубинке, в самых дальних городах. Как можно больше спектаклей интересных для людей, чтобы была возможность людям прийти и посмотреть разнообразные спектакли. Это огромное спасибо за такую возможность. Мы всегда рады, мы всегда с большим воодушевлением это все поддерживаем и стараемся, чтобы все прошло хорошо и на высшем уровне, и качественно, и профессионально. В прошлом году это был Новосибирск, и мы думали, что дальше некуда уже. А сейчас мы попали в Благовещенск, и уже думаем, наверное, мы еще попадем дальше туда, во Владивосток. Ну, есть, конечно, у нас, да, еще дальше куда-нибудь. Вполне возможно, кстати. Владивосток же, они вообще сейчас делали там филиал Мариинского театра, потому что там вам есть где разместиться со своими декорациями. Фуры две недели практически ехали до нас. Да, мы переживали. Как вообще было, что вдруг вы волновались, там, успеют ли декорации вовремя? Не успеют, были такие? Да, мы, конечно, 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 мы мониторили эту ситуацию, все доехали, все доехали, все хорошо, костюмы приехали, костюмы приехали. Вот о костюмах. Я думаю, что стоит нам поговорить отдельно о костюмах к этому спектаклю, потому что они потрясающие. Вчера была с нами молодая девушка, 17 лет, она сказала, что, конечно, все было здорово, но костюмы меня просто потрясли. То есть вот эта стилистика 60-х, то, что Бархатов тоже захотел и сумел воплотить. Он, кстати, говорил в одном из интервью, что этот спектакль очень любит его мама. Вернее, фильм. Она ходила на этот фильм несколько раз, и поэтому он с удовольствием взялся за эту постановку, в том числе и поэтому. И как вам живется вот в этой стилистике, вот в этом времени? Не все это очень нравится. Это очень женственно, красиво. И мне кажется, сейчас даже эта мода возвращается. У Оли, наверное, самая сложная ситуация в этом спектакле, потому что у нее много переодеваний, и, как вы могли заметить, она ждет ребенка. Да, ну там так все красиво. И это все тоже такая ювелирная работа костюмеров, когда нужно сколько там, на секунду еще. Да, вот свадьба как раз с Роланом Касаром, там моментально просто нужно спуститься с лестницы быстро на каблуках. Там стоит команда из пяти человек минимум, которые помогают одеть перчатки, значит, переодеть платье, одеть еще ободочек и вручить еще букет. И тебе нужно еще успеть добежать, чтобы прийти на сцену. Да, это работа вслепую, понимаете? Все стоят на своих местах, и, грубо говоря, ты просовываешь руку, и она там, на ней уже украшение. И также ты должен на цыпочках пробежать тихонько по задней части сцены, да, и оказаться на другом конце, буквально полминуты тебе на это. И это все отрабатывается очень долго. Слушайте, вы так много играете уже, вы, наверное, уже закрытыми глазами можете по этой декорации двигаться. Нет, всегда как в первый раз. Да. Нет, с технической стороны, да, а вот по внутреннему состоянию... По настроению, да, конечно. Когда я выхожу на сцену, у меня всегда первый раз, потому что это зависит от того, в каком состоянии ты сейчас находишься, что у тебя на душе, это все наносит свой отпечаток на образ. Абсолютно верно. И, конечно, самое трудное это держать. Ну вот в моем образе важен внутренний покой. Это когда у тебя бурлят эмоции, но ты их гасишь, и вот это вот давление, которое нужно, оно создается. Ну я вам скажу, что сегодня, наверное, в 2020 году девушки однозначно выбились бы именно в такого мужчину. Спасибо. Но я не могу не спросить, Оля, все равно, потому что мы говорили уже о том, что меняется образ. Наверняка кто-то спросит, ну почему все-таки она это сделает? Она так любила Ги. Да, это важно. Как вы думаете? То есть вот именно с вашей точки зрения, как исполнительница? Я думаю, что... Да, конечно, она любила Ги, естественно. Но была в какой-то форме привязки к нему. То есть даже Бархатов это поставил. Вот плащ, она постоянно кутается, она постоянно его как бы вот удерживает возле себя. Он для нее целая вселенная, целый мир. Она подросток. Да, они очень молоды. Конечно. И поэтому, когда происходит эта вся ситуация, возможно, косар это просто другая форма любви к человеку. Ну, кстати, ты меняла свое отношение. Оно у тебя тоже за 10 лет изменилось, да? Мы с тобой говорили, что именно наше с тобой взаимодействие вот в этой интерпретации, потому что составы меняются, и у всех свое видение образа, несмотря на то, что мы в рамках сюжета. Вот мы как-то с Солей, мы шли к своему вот такому союзу. Да, мы обсуждали какие-то вещи. Да, обсуждали, и даже по взглядам понимали, что мы сейчас немного взаимодействуем по-другому. Мы стали там теплее. Теплее, да. Или уже нет никакого расчета здесь уже. Ну, в общем, это очень живой организм, который побуждает нас. Она взрослеет за эти два года, да? Конечно, конечно. С ней происходит трансформация, и ты понимаешь, что там прошлое, Гия, была одна Женевьев, потом она становится другой. Слушайте, а я, знаете, еще о чем подумала? Ведь она ждет, она ждала ребенка. И как любая женщина, она понимает, что ее ребенка ждет в будущем. И кто из мужчин может дать ее ребенку больше? И какой-то расчет в этом, конечно, тоже есть. Прагматизм. Который невозможно, наверное, осуждать. Но опять же, да. Так же, как и мужчина, остается мужчиной, когда он способен, достойный мужчины, который способен полюбить женщину, и ребенка ее полюбить, который еще находится. Это очень красивый был жест, когда он целует ее на свадьбе и целует живот. То есть он уже принимает этого ребенка. Это действительно было очень трогательно, очень красиво. Как можно так отказать человеку, если это искренне? Это невозможно. Жизнь толкает сама вот на такие трансформации, метаморфозы. Ну, вот это как раз такие микрооценки, которые, вот честно говоря, я думал, их не видно со стороны. Но оказывается, все видно. То есть у меня были гости на этом спектакле, которые вообще... Такие у них интересные впечатления были. Они говорили, как сыграла девочка из балета, лицом она оценила вот этот момент. Как сыграла наша актриса, которая играла уборщицу. То есть понравилось. И вот такие... То есть там нет ни одного проходящего персонажа. И... Не-не-не, абсолютно нет. А дети, кстати, дети. Вы детей с собой возите? Или дети чудесные? Они разменяются? Дети меняются? Они разменяются? Кое-кто уже вышел замуж? Да, взрослеют. Девочка, которая Маша, которая вот с премьеры, с постановки, она недавно вышла замуж. Ей уже, в общем, 18 лет. Но она очень трепетно относится к этому спектаклю. В Петербурге она приходит. Да. А те дети, которые были вот с вами сейчас? Это новенькие. Ну, это ваши? Наши. Я просто думала, интересно, с собой возят ребята детей? Или можно здесь где-то найти каких-то наших детей? Нет, они должны быть в истории. То есть там все очень... Потому что иногда бывает, приезжают артисты, и говорят, нам нужно вот какую-то девочку подобрать из вашей местной студии. Это не та история. Здесь, конечно, сложно быть отработано. Да, повезли с собой детей. Они также летели 7 часов и с бабушками, с папами. Но они хотят. Они хотят участвовать. А, то есть это даже не дети из студии Карамбулбольд? Студия Карамбулбольд. Да, детская студия. Есть еще немножко времени. У нас очень часто благовещенцы бывают в Петербурге. Ну, как, наверное, жители вообще другой страны. Мало того, у нас уже там какая-то диаспора есть наша, амурская. У нас люди уезжают очень часто, и дети уезжают поступать в ваши вузы. Поэтому я думаю, что у многих появится желание прийти в ваш театр. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, что еще интересного, где вы заняты, в каких проектах, что можно посмотреть? Наш театр особенно специализируется по детскому материалу. У нас уникальный, не побоюсь этого слова, театр, потому что мы... У нас очень много детского репертуара, такого же масштабного, такого же значимого. И особенно это подтверждается. Три года подряд детские спектакли номинируются на золотую маску. Это вообще уникальный случай в нашей стране, потому что они соревнуются наравне со взрослыми спектаклями. Это просто... Мы были в шоке, но мы уже начинаем к этому привыкать, потому что это уже три года подряд. Это очень здорово, конечно. Да, мы работаем с Александром Зацепиным, мы работаем с Сергеем Никитиным, мы работаем с прекрасными режиссерами и композиторами. Сама Ирина Дмитриевна, наш художественный руководитель, она является автором музыки к большинству из репертуара театра. И также у нас есть несколько семейных спектаклей. Да, у нас вообще семейный театр рассчитан на семью, и поэтому... Потрясающая наша работа, это Иосиф и Удивительный плач снов у Эбера. Это первая постановка в стране, которую ждали очень много лет. Это тоже была сложная работа. И так что наш театр пестрит разнообразием. Приезжайте к нам, посмотрите наш материал, и вам понравится. Спасибо большое. Я благодарю вас от всего сердца за то, что вы нашли время, пришли к нам, и мы смогли с вами вот так неформально пообщаться. Потому что одно дело, когда артисты на сцене, а другое дело, когда они рассказывают о своей работе. Это очень приятно. Я вам желаю еще много золотых масок. Я вам желаю самых благодарных зрителей и самых беспроблемных гастролей, чтобы все было вовремя. Фуры доезжали, залы были теплыми и удобными. Приезжайте к нам еще, мы очень будем вам рады. Ну а сами, в свою очередь, конечно, постараемся в Петербурге попасть, в ваш театр тоже. Спасибо. Спасибо вам большое.